На территории Луганской Народной Республики в период с 17 по 24 марта зарегистрировано 264 пожара, из них 254 возгорания произошли в экосистеме. На пожарах погибли 3 человека, травмировано 5 человек, эвакуировано 7 человек. К ликвидации дорожно-транспортных происшествий силы МЧС привлекались один раз в Лутугинском муниципальном округе. В результате ДТП трех транспортных средств на месте происшествия обнаружены тела мужчины 2000 года рождения и женщины 1991 года рождения без признаков жизни их личности устанавливаются. Силами МЧС была произведена деблокировка мальчика 2012 года рождения. В 18.01 ребенок скончался на месте происшествия в карете скорой медицинской помощи. В результате обстрела со стороны ВСУ в городе Лисичанск разрушены две квартиры в девятиэтажном жилом доме по проспекту Ленина. К месту вызова выехали подразделения 59-й пожарно-спасательной части и ВГСО. Находясь под угрозой повторного обстрела, рискуя жизнью, личный состав оперативно провел эвакуацию четырех жильцов в безопасное место. В результате аварийно-спасательных работ и разбора завалов был обнаружен мужчина без признаков жизни. За прошедшую неделю инженерно-саперные подразделения МЧС обследовали более 23 гектар территории. В результате выявлено 102 единицы взрывоопасных предметов. Главное управление МЧС России по Луганской Народной Республике призывает не жгите сухостой вблизи жилых домов и хозяйственных построек. При уборке дачных участков и огородов место для сжигания сельхозостатков выбирайте подальше от зданий и деревьев. Сжигайте мусор только в безветренную погоду и ни в коем случае не оставляйте костер без присмотра, а уходя засыпьте его землей и залейте водой. Помните, пожар легче предотвратить, чем ликвидировать его последствия. Краснолучские спортсмены заняли призовые места на соревнованиях в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает сайт городской администрации. Третий чемпионат и первенство России по киокушин проходили с 21 по 25 марта. Участие приняли свыше 2000 спортсменов из 45 регионов России. От Луганской народной республики выступало 13 краснолучан. Это воспитанники секции каратэ киокушин и краснолуческо-детская юношеская спортивная школа номер один. Четырем нашим спортсменам в упорных поединках сопутствовала удача. Первое место заняла Сабина Сафарова. Второе место у Валерии Медведевой. Второе место ката завоевал Захар Сатур, а бронза досталась Валерии Селявкиной. Чемпионы и призеры награждены медалями, грамотами и кубками от Министерства спорта Российской Федерации. А тренеры чемпионки первенства России Сабины Сафаровой дипломом первой степени тренеры-победительницы подготовили спортсменов мастера спорта Олег Селявкин и Татьяна Гулида. Госавтоинспекция Луганской народной республики осуществляет предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств, проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений. Кроме того, в рамках особенностей, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации 22.16, производится замена регистрационных документов, выданных до 14 декабря 2022 года, а также замена водительских удостоверений, выданных компетентными органами Украины, Луганской и Донецкой народных республик или уполномоченными органами Запорожской и Херсонской областей. Замена документов доступна до 1 января 2026 года. Предоставление государственных услуг производится по экстерриториальному принципу. Заявитель вправе обратиться в любое регистрационно-экзаменационное подразделение Госавтоинспекции Луганской народной республики. Кроме того, замену утраченного, похищенного Российского национального водительского удостоверения и получение международного водительского удостоверения можно произвести через многофункциональные центры. Заявление на получение государственных услуг можно подать посредством единого портала государственных и муниципальных услуг. Вы можете выбрать удобный день и время для посещения подразделения госавтоинспекции. Также посредством портала доступно получение государственной услуги по прекращению государственного учета транспортного средства в связи с его продажей. Услуга предоставляется без очного присутствия заявителя в регистрационном подразделении. К электронному заявлению необходимо приложить скан-копию договора купли-продажи. Результат предоставления государственной услуги придет в личный кабинет. На сегодняшний день подразделениями МРЭО Луганской Народной Республики оказано более 225 тысяч государственных услуг по выдаче водительских удостоверений и более 185 тысяч по регистрации транспортных средств.